Люди, видя меня на улице, переходят дорогу, знакомые людьми. Уже несколько лет никому на вопрос, как я себя чувствую, потому что на этот вопрос нет ответа. Если говорить по фактам, то моя жизнь уничтожена полностью. Это не метафора, это реальность. У меня уничтожена работа, со мной перестали общаться все люди, которые были вообще и до, и в начале уголовки, и какое-то время во время уголовки. То есть сейчас это полная изоляция. На мне очень много разного рода клеим. Вот оно не одно клеймо, а их несколько. Мы бились-бились, а все стало только хуже. Фактически, то есть за вот эти три года дело только усугублялось. Очень много ограничений дает не уголовное дело, а город Комсомольск-на-Амуре. То есть это не писанные ограничения, это как то, что, например, люди, видя меня на улице, переходят дорогу, знакомые люди. Есть люди, которые не против, есть люди, которые очень даже за. Есть очень много страхов. Нет возможности зарабатывать, нет возможности работать. На весь город было одно место, где я работать могла, где я, собственно, работала. И меня оттуда уволили в день, когда стало известно про имидентство. Казалось, что я не выдержу еще два года назад. Ну, то есть... И это не связано со страхом... Ну, вот это не про страх же. То есть это не про то, что, о, господи, я боюсь тюрьмы. Это про вот этот нескончаемый поток бесправия, унижения и людей, которые уходят. То есть это перевопачивает всю жизнь, все какие-то взгляды на жизнь, на мир, на мироустройство. Продолжение следует...